Лапароскопические операции Зачастую продолжительность тепловой ишемии превышает таковую при выполнении резекции почки открытым способом. Известно, что увеличение продолжительности тепловой ишемии сопровождается прогрессивным увеличением риска снижения функции почки. Однако временное пережатие отдельных ветвей почечной артерии может существенно сократить ишемические повреждения за счет сохранения кровотока в большей части органа. Для оценки степени снижения функции, а также ишемического воздействия на почку во время лапароскопической и после лапароскопической резекции в нашем центре проведено исследование, в которое включало в себя 235 пациентов, которым была выполнена лапароскопическая резекция почки. Про различные нозологии, включая рак почки, ангиомиолипома, а также осложненные кисты в период с 2010 по 2020 года. Эти пациенты были разделены на две группы. В первой группе это пациенты, которым использовалась локальная ишемия с пережатием суперсегментарных ветвей почечной артерии. И вторая группа пациентов это пациенты, которым использовалось пережатие общей почечной артерии. Достоверных различий по среднему возрасту полуиндексу массы тела, стороны поражения, используемому доступу, будь то лапароскопически, либо ретроперитониоскопически не получено. Средний период наблюдения оказался выше в группе с общей тепловой ишемией, но это, видимо, связано с более поздним периодом начала использования локальной ишемии. Оценка функций почки проводилась по фактическому клиренсу креатинина, скорость клубочковой фильтрации, которую мы определяли по порогу Рейберга. До операции через 24-72 часа после операции, а также отдаленные результаты оценивались через 3 месяца. Метод оценки функций оперированной почки мы используем динамическую нефроцинтеграфию, которую мы определяли на догоспитальном этапе, а также через 3 месяца после выполнения операции. Оценка ишемического повреждения мы выбрали биомаркеры, такие как цистатин С и липокалиненгал. Оценка проводилась на до госпитальном этапе через 24 часа после операции, а также через 72 часа после операции. Основные параметры не было достоверных отличий по средней продолжительности тепловой ишемии, среднего объема кровопотери. Однако средняя продолжительность операции оказалась больше в группе с локальной ишемией, но это, видимо, связано с временем, потраченным выделением сегментарных ветвей почечной артерии. Осложнения, серьезные хирургические осложнения возникли у двух пациентов в каждой группе. Это повреждение сегментарных ветвей почечной артерии, а также повреждение ободочной кишки. Все интероперационные осложнения были устранены во время операции и не потребовали конверсии в открытую. После операционных осложнений также достоверно не отличались между группами, но стоит отметить, что в группе с единственной почкой у двух пациентов потребовалась заместительная почечная терапия в виде гемодиализа. И острое повреждение почечных канальцев возникало больше в группе с общей ишемией. В исследовании повышения маркеров в группах, в эту группу было включено 46 пациентов, которые были разделены на 18 с использованием локальной ишемии и 28 пациентов с использованием общей тепловой ишемии. Отмечено достоверное снижение повышения цистатина С3 в группе с локальной ишемией, а также более медленное снижение концентрации цистатина С в моче по сравнению с группой с общей ишемией, что соответствует более раннему восстановлению функции и более низкому повреждению шемическому паренхимы. НГАЛ достоверных различий не отмечено ни в крови, ни в моче, однако повышение концентрации липокалина НГАЛ в моче оказалось больше в группе с общей ишемией, что также может свидетельствовать о шемическом повреждении. Интерпретация результата скорости клубочковой фильтрации достоверно отмечено более выраженное восстановление почечной функции в группе с локальной ишемией по сравнению с общей ишемией, однако отдаленные результаты не показали достоверных различий, что может быть связано либо с восстановлением скриторной функции почки, либо за счет векарной гипертрофии контрлатеральной почки. Для изучения функции оперированной почки мы используем нефросцентографию. Также отмечено, что любая операция сопровождается снижением функции почки, однако восстановление функции почки происходит лучше после операции с использованием локальной ишемии. Применение локальной ишемии при лопароскопической резекции почки является воспроизводимым безопасным методом нефроносбережения, использование которого не приводит к увеличению интероперационных и послеоперационных осложнений по сравнению с традиционной методикой общей ишемии. Применение локальной ишемии при лопароскопической резекции почки сопровождается меньшей степенью ишемического повреждения, и использования локальной ишемии позволяет уменьшить степень снижения скорости и период восстановления клинических кратинина в ближайшем послеоперационном периоде по сравнению с общей ишемией, а также выполнение лапароскопической резекции почек в условиях локальной ишемии сопровождается меньшим снижением скреторной функции оперированной почки по сравнению с резекцией почки в условиях пережатия почечной артерии в отдаленном периоде после операции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы можем обойтись и без ишемии сейчас, в принципе, но стараемся выделять сегментарные ветви, если эта опухоль, по скале, Реннелл, имеет высокое значение, чтобы снизить ишемическую нагрузку на почки. И второй вопрос, если можно. Если вы применяете локальную ишемию, по вашему мнению, какой процент оперированных в этих условиях почек этой ишемии бывает достаточно, чтобы не прибегать к дальнейшему, к общей ишемии? Достаточно большой процент. Мы все-таки прецизионно, используя ультразвуковые методы, выделяем тот сегмент, который именно непосредственно кровоснабжает полис почки, отвечающий с опухолю. Поэтому, ну, все-таки остается процент, он достаточно небольшой, где может потребоваться пережатие общей почечной артерии. Ясно. Скажите, пожалуйста, еще один. А вот по ДНСГ, вы считали объем удаленной ткани почки и объем дальнейшим процент потерянной ткани по следующим исследованиям? Нет, такое исследование не проводилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.